В 4-м лагере 7500 метров заваливаюсь в палатку, пусто, только газовые баллоны и горелки. Зажигаю сразу три горелки, через минуту становится тепло, разумся и растел посиневший пальцем ног. Через полчаса опять движение. Поднимаюсь по веревочным перилам на 30-метровую скальную стену. При спуске ее надо будет объехать сильно, километра за 3. Дальше лежит снежный купол, пересекаемый несколько раз метровыми скальными поясами. При спуске их можно или перепрыгивать, или объехать сильно. Все хорошо. Я опять собран и селег. Чувствую, как горят лицо и уши. Сбрасываю капюшок. 40-градусный мороз освежает лицо, и лишь мочки ушей пронзительно покалываю. Руки и тело теплые. Правда, в ногах теряется чувствительность. Пытаюсь запустевшую кровь протопнуть в ноги. Получается плохо. Хотя сердце работает мощно и ритмично. Выдерживая себя в этом состоянии, как в скорбупе, иду в сторону снежного пика слева. Следов не видно. Только снежное, жесткое застое. Поднявшись на снежный пик, понял, что вершина где-то намного дальше, на огромном снежном куполе. Идти становится труднее. Уже останавливаешься, чтобы восстановить дыхание каждые 5 минут, и этому нет конца. Но в час дня за снежным куполом появляется битвый аэрлест. И вижу депальские молитвенные флаги. Есть вершина. 8201 метров. Пока тело горячее, надо успеть что-то съесть и сделать фотографию. Несколько попыток запихать в желудок шоколад успехом не уменьшались. Удалось только подпить компот. Устанавливаю подаппарат на самопуск. И отбегая с выпилами спонсоров и друзей, пытаюсь попасть в кадр. Кое-какие кадры удались. Обязательно программа закончена. Теперь можно осмотреться. Конечно, красиво. Полностью открыто Тибетское Нагорье на сотни километров. Но на юг все горы закрыты облаками. Я стою на колоссальном по размеру снежном плато, которое переходит в плотное белое поле облаков, из которых торчит эллирест. Кажется, можно на лыжах за час дойти до высочайшей дошли. Надо мной темно-синий космос, небо и солнце. Солнце яркое, с четкими границами, но явно не греет. Хочется крикнуть. Крик получился какой-то глухой и, если не сказать, беззвучный. Напоследок помолился о близких, о друзьях. И одев лыжи, начинаю спуск. Склон пока пологий, но твердые снежные застроги постоянно сбивают движение. Пытаюсь уйти на снежные ровные доски южного склона. Получилось. Даже пришло ощущение уверенного удовольствия. Готовлюсь пересечь два метровой высоты скальных поясов. Спрыгиваю с первого. Внизу я бы такие прыжки не заметил, но здесь высота 8 тысяч метров. Прекрасный прыжок, но приземление в застроги сбивает рельеф. Переклетаю через второй пояс и отчаянно борюсь с потерей равновесия. Динамично продавливая лыжи в неравнодородности снега, сбрасываю скорость скольжения, но сознание начинает мутнеть. Останавливайся. Глаза не видят. Сознание мягко уходит в туман. Понятно. Попал в изгородный долг. Цепляясь за остатки сознания, я очень медленно возвращаюсь в материальный мир. Вот и покатаюсь. В течение 10 минут восстанавливаю мышление и дыхание. Но в ногах, в ногах безнадежная слабость. Стук сердца слышится в песках, но руки и ноги не мельют. Делаю несколько широких движений, чтобы разогнать кровь по капиллярам и убрать сколодость. Сжимаю силой кисти рук в кулаки, расправляю спину, вытягиваю шею, далее орлиный взгляд вперед, и я готов к движению. Но надолго ли? Да, это тебе не на пляже, но жиром перед девочками рассекать. Здесь зритель один. Ты сам. Далее я решил не экскрементировать, а уйти на северный скорбь, где нет скальных поясов. Это несколько километров в сторону. Получается недужственно. Съезжаю сотни метров вниз, далее скольжу длинным траверсом, отдыхаю и опять вниз. Впереди опять скальный пояс. Сил не в правую руку. Решаю прыгать. Несколько метров полета, приземление, борьба за головесие, падение. Меня начинает ковыргать по склону. Лыжи отстегнулись и беспорядочно колодят мое тело. Пытаюсь вырвать из-за пояса лесоруб. Но это только на тренировке красиво получалось. Случайно застрял в снежном сугробе. Опять кислородный долг. Опять тяжелое возвращение к реальности. Но вижу два лыжных следа далеко с север. Неделю до меня с вершиной съехали два Чеха. Это меня очень даже взбодрило. А тут тоска. Ты один на всем этом необъятном безмолвии. Грохнешься. И никто не узнает, где и как. Я не знал, что за мной в это время наблюдал в телескопе и переживал весь базовый лагерь. Уже более осторожно, не отгоня от старых рыжных следов и особенно не экспериментируя, съезжаю ко второму лагеру. Последние три сотни метров лихо выписываю змеи. Вижу, что у палаток стоят американцы. Подъезжаю к восторженной публике. Спрашиваю, был на вершине? А как же? За сколько спустился? За час двадцать минут. Селён. Я опять выливаю грудь и становлюсь три метра роста. На следующий день был спуск в базовый лагерь с радостями и с бедами. Но и было ощущение, что я всё-таки что-то сделал. После меня на вершину уже никто не поднялся. Я завершил сезон.